ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В снежную среду 6 января в Баранчах произошло несколько ДТП. Авария произошла на съезде с путепровода улицы Тельмана. Там из транспортных средств собрался паровозик на улице Баранова в районе стадиона. Кроме того, на выезде из города на улице Доминикана в Кювете оказался авторефрижератор, который торопился и не справился с управлением на заснеженной дороге. Проезжающие мимо водители предложили свою помощь водителю грузовика. Вечером 6 января спасателям поступило очередное сообщение о пожаре в жилом доме в Баранчах на улице Бреская. По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение внутри жилого дома. Со слов соседей, в доме может находиться человек. Дом одноэтажный, кирпичный. Хозяйка проживает в городе по другому адресу. На момент пожара в доме проживал ее племянник, 1967 года рождения, неработающий. В ходе тушения пожара в жилой комнате обнаружен и вынесен на свежий воздух мужчина. Работниками скорой помощи проводились реанимационные мероприятия. Однако, вопреки стараниям медиков, человек скончался. Дежурнал, что означает. Здравствуйте. Вы знаете, здесь пожара в доме. Где? Это улица Бреская, напротив магазина Дор Ор. На приеме. Обнаружен пострадавшим. Впереди вас обнаружен пострадавшим 20-40. Транспортируем в машину. Правильно? Возьми сюда. Возьми сюда. Сюда, сюда, по обещанию. Участившиеся смертельные случаи из-за пожара вызывают большую тревогу всех заинтересованных служб. На фоне возросшей трагической статистики активизировали свою работу смотровые комиссии. О том, что это за комиссии, какова их основная цель, в нашем сюжете. 2021 год только начался. А печальная статистика по погибшим от пожаров уже поражает своими цифрами. С начала года на пожаре погибло 5 человек. Из них 4 в городе и 1 в районе. Для сравнения, за весь 2020-й было 6 трагических смертельных случаев. При этом в городе от пожара погиб только 1 человек, тогда как в районе эта цифра составляла 5 человек. Причем зачастую причинами трагических пожаров становится асоциальное поведение, алкоголь и курение в постели. В нашем городе проводится работа по предотвращению и профилактике таких несчастных случаев. И одно из таких направлений – это работа смотровых комиссий. Их деятельность сейчас стала весьма актуальной. Работа смотровых комиссий координируется с созданной по решению Барановичского горисполкома городской рабочей комиссией, в которую входят руководители субъектов профилактики. Городская рабочая комиссия координирует деятельность семи смотровых комиссий, созданных в ЖЭСах Куре-Бжере у города Барановичи. Они, в свою очередь, возглавляются начальниками ЖЭСов, а в состав входят представители субъектов профилактики. Главной целью деятельности смотровой комиссии является проведение профилактических мероприятий в жилом фонде. В этой связи смотровой комиссией выявляются причины и условия, способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров, а также гибели людей от внешних причин и, соответственно, принятие мер по их устранению. В случае выявления условий, которые могут создать опасность проживания граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите, смотровыми комиссиями инициируется принятие решений об оказании помощи. В последующем смотровая комиссия осуществляет контроль за созданием безопасных условий наших граждан. Не остаются в стороне и иные категории граждан. Их посещение проводится в зависимости от складывающейся ситуации, а также необходимости проведения дополнительной профилактической работы. В состав комиссии входят представители МЧС, внутренних дел, здравоохранения, образования, социальной защиты и другие субъекты профилактики. Это позволяет при выявлении небезопасных условий проживания, иных неблагоприятных ситуаций, оперативно на них реагировать, чтобы не допустить трагедии. В 2020 году в работу смотровых комиссий внесла корректировки ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Сейчас же их деятельность возобновляется в полном объеме, и в первую очередь работа направляется на так называемых неблагополучных граждан. Стоит отметить, что в работе смотровых комиссий могут помогать и обычные сознательные граждане. Все, что необходимо, это сообщать о неблагополучных ситуациях и гражданах, которые живут у вас по соседству. Ведь всегда лучше предупредить трагедию, чем извлекать уроки из случившейся беды. Легковой автомобиль загорелся в Барановичах. Пожар в авто произошел около 21.00 6 января на улице Бреская. В Барановичский Гручес поступило сообщение о том, что на автомобильной стоянке в начале улицы Бреской загорелся автомобиль Fiat Scuda. В результате возгорания в машине поврежден моторный отсек, а также лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается. Во время происшествия никто не пострадал. В Барановичском районе горел жилой дом. 11 января в 15.10 в деревне Заполе произошел пожар в деревянном доме сезонного проживания, принадлежащем гражданке 1965 года рождения, пенсионерке, проживающей в городе Барановичи. Огнем унитожено перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество. Причина пожара устанавливается. В Барановичах 19-летний парень погиб, выпав из окна 9 этажа. Трагический случай произошел утром 10 января в микрорайоне Боровки. Молодой человек упал из окна своей квартиры, которая находится на 9 этаже многоэтажного дома. От полученных при падении травм парень скончался на месте происшествия. Известно, что погибший постоянно проживал в Барановичах. Во время осмотра признаков совершения противоправных действий в отношении погибшего молодого человека обнаружено не было. По факту случившегося, Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин